окей первый урок оказался очень длинным на больше 30 минут поэтому я решил разделить их на два что было типа время от передохнуть и так далее в этом уроке я расскажу как организовать свои файлы папки и так далее рабочий файл в общем что потом как бы через год или через пять вы могли спокойно открыть и понять что где находится вот я этот метод использую уже давно как бы и поэтому рекомендую вам да как бы маленький такой секрет от раскрываю и думаю это будет очень полезно для всех вы наверное очень часто постоянно встречали таких людей которые в рабочем столе там творится кошмар много-много файлов непонятных каких-то вот и где что лежит вот не поймешь вообще вот и некоторые люди даже сохраняются рабочие файлы в папке мои документы что я вообще не рекомендую это делать делать вообще я не рекомендую сохранять рабочие файлы в системном диске потому что системный диск постоянно ну каждый год на переустановку переустановку компьютер делать и так далее вот ну я так например делаю поэтому вот я об этом говорю так собственно организации файлов то есть папки я хочу показать схему маленькую вот в общем обязательно вы должны создать папку projects да так которым будет лежать все ваши проекты на или можете ну как хотите назовите только должна быть папка 1 то есть с проектным или можно написать work там и так далее или по-русски лучше не писать лучше не писать потому что некоторые программы не видят русские shift поэтому косяки могут быть вот и название в папок лучше не название в папок папок и файлов лучше не писать пробел здесь например как здесь стать нижнюю черточку потому что когда вы но тоже иногда программы кому пробел читает как это уже как бы конец ссылки и поэтому не находит исходник вот так такие косяки тоже бывает вот 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 такая основная схема и проекты название проекта какого-либо и в этой папке вы создаете вот такие которые я обычно создаю это players players там будут сохраняться отрендеренные слои тут тоже могут быть под папки например камера 1 камера 2 или цена какая-то ну типа для удобства и папка ref тут будут лежать например файлы референс файлы справочные материалы типа там картинки или какой-то текст или атмосферные такие ролики которые вы для себя и вдохновляетесь чем работая над этим проектом да вот папка текстуры в текстурах понятно да текстурами там тут лучше конечно делать внутри под папки например персонажи да и то есть charters в этой папке тоже по именам персонажа например там hero там иными один ними два там и внутри вот эти файлы короче что потом типа не теряться где на что находится вот а эксп папка для ну типа экспорт экспорта например fbx обиджей и так далее на чтоб движок скинуть там так далее или в другой пакет history history это вы можете написать не только не history а old сделать old это но типа старые файлы то есть сделали какую-то версию и вы а модифицировали и сделали новую версию рабочего файла а старый вы закидываете сюда чтобы он как бы здесь как бы основной папки не пулился там не мешал там и так далее вот ну вот и так далее любые другие папки можете создать и рабочие файлы которые должны быть прямо находиться в этой парке чтобы быстро найти вот давайте посмотрим конкретный пример вот здесь у меня находится пока projects и вот все мои проекты ну давайте посмотрим конкретный пример на спейсвью вот название проекта спейсвью например и вот этот путь можно было бы и не делать но а так как я это категория сидит рейт и типа я вот эти продаю ван вата видео хайвы и как бы разделил что потом как бы не путаться вот тут лежат мои основные рабочие файлы можно было бы смотрите рабочие файлы и я создал от xp экспо тут лежат экспортнутые файлы бикс там обиджей и так далее или архивы собрав макс файл с текстурами сюда закидываю вот потом легче находить history тут лежат старые рабочие файлы я делаю версии видите вот пробелы я не делаю пробелом а нижняя черточка я всегда делаю версии вот нижняя черточка версия 01 02 и так далее вот layers вот здесь лежат у меня слои мне надо было конечно создать папку там например камера 1 и так далее да вот и до сохранять а то тут каш какая-то получается опять чуть-чуть не учел вот вот такие косяки можете совершить и тоже лучше так не делать вот мой файл тут могут быть видеоролики которые используются в проекте например это могут быть видеоролики отрендеренные уже да и где-то еще используется например вот out я использую папку out кстати надо было здесь написать папку out да простите меня я не написал out out тут лежат файлы финальные файлы например тут могут лежать видеоролики я их удалил что вместо занимали а есть у меня тут картинки которые я использую для в интернете для промо иконочки там так далее и psd файлы исходники до что потом можно будет текст поменять иконочка передвинуть и так далее картинку поменять вот вот out то есть конечные файлы то есть конечные файлы которые все с ними уже как бы который вы отправляете клиенту например и так далее вот риф как я уже говорил справочные материалы вот тут могут быть какие-то звездное небо например а или вдохновляющиеся вдохновляющие вас картинки там например виды земли там как освещение работает там так далее вот такие справочные материалы мудборды и так далее можете здесь сохранять вот давайте я покажу более такой наглядный пример так вот проект над которым я недавно работал дети азии талисманы вот ревка и тут есть у меня всякие такие вот файлы рабочие с эскизами так далее так возвращаем sound тут могут лежать sound snd я сделал то есть музыка и так далее для превьюшки азии талисманы ссылка на этот звук так и вот рабочие последние файлы тут я сделал неправильно видите вот то что неправильно забыл вот этот файл перекинуть сюда видите иконочка плюсик надо нажать зажать shift тогда перемещает вот вот что я хотел еще рассказать в принципе все вот такая простая схема на самом деле очень помогает я к этому шоу очень много лет и вот так я вот запросто делюсь с вами этой схемой она очень помогает действительно и вам советую это делать вот вроде вроде все рассказал и надеюсь вам урок понравился и если какие-то недочеты есть или какие-то вопросы появились просто пишите в комментариях также подписывайтесь нажмите лайк если вам понравился урок ждите конечно новых уроков на этом вроде вроде все ну все всем пока всем пока держите 5 и всем пока до свидания